Печень – это одна из самых важных частей организма человека. Несмотря на то, что она является элементом пищеварительной системы, ее состояние играет важную роль в поддержании общего здоровья. Почему? Все дело в том, что этот орган отвечает за процессы утилизации токсинов, которые попадают в наши тела каждый день через воздух, пищу и патогенные микробы. Как мы не раз говорили, человеческий организм – это самая продуманная система в мире, и потому при наличии каких-либо проблем с ней, мы сразу можем заметить явные сигналы. В первую очередь, к примеру, меняется состояние кожи, ее склонность к воспалениям повышается, она становится более жирной. Но как сохранить здоровье печени без походов к врачу и покупке дорогостоящих препаратов, так чтобы получить максимальный эффект и пользу для своего здоровья? Ответ прост. Достаточно уделять себе и тому, что мы едим каждый день, больше внимания. Но мы говорим не о специальных диетах, секрет здесь прост. Достаточно всего лишь увеличить количество продуктов из определенных групп в своем рационе. Печень скажет вам за это спасибо. Ну, о какой пище идет речь? Именно об этом вы узнаете из этого видео. Кроме того, мы поделимся пятью простыми, но крайне неэффективными секретами. Они помогут сохранить здоровье этого органа на долгие годы. А прежде чем продолжить просмотр, делитесь в комментариях, какие народные методы или рецепты для поддержания печени в порядке известны вам, нам будет интересно прочесть их. Итак, приступаем. Для начала рассмотрим группы продуктов. 1. Зелень. На вашем столе ее должно быть много. Норма составляет около 300-500 граммов. Потребление такого количества зелени обеспечит ваш организм необходимыми элементами и витаминами для поддержания всех органов и, в частности, печени в отличной форме. Обратите свое внимание на зеленые листовые овощи. Они особенно полезны! Отметим, что осторожнее надо быть со шпинатом и щавелем. Щавелевая кислота, которая входит в их состав, не рекомендована к употреблению людям с болезнями печени. К тому же при термической обработке она меняет свою структуру и оседает в почках. Это может стать причиной образования камней. 2. Сладости. Не удивляйтесь, ведь мы говорим не о кондитерских изделиях. Они принесут вам только вред. Речь идет о финиках, изюме, кураге, фруктовой постели в меде. Они содержат глюкозу, а она крайне полезна для человека. К тому же их потребление обеспечит вас запасом физической энергии и хорошего настроения на весь день. А мед особенно хорош для печени, поскольку он содержит большое количество полезных сахаров, которые без труда всасываются в кровь. К тому же его состав позволяет ускорить пищеварение, тем самым снизив нагрузку на этот орган. Третья группа. Орехи. Подойдут любые разновидности. К примеру, кишью, грецкие или миндальные. Выбирайте по своим вкусовым предпочтениям. Любой представитель этой группы богат ненасыщенными жирными кислотами и витамином Е, которые помогают в восстановлении клеток печени и обеспечении организма антиоксидантными свойствами. Этот полезный и вкусный перекус принесет огромную пользу. Четвертая группа. Фрукты. Куда же без них? Печень любит простые фрукты. К примеру, яблоки, груши, бананы или цитрусовые. К тому же они доступны в магазинах во все сезоны. Также обратите свое внимание на авокадо. Если раньше вы его не ели, самое время попробовать, ведь оно содержит множество жирных кислот, которые регулируют жировой обмен и снижают нагрузку на орган. Пятая группа. Овощи. В частности, капуста. Брокколи, белокочаная, брюссельская или синяя, морская капуста, свекла, морковь и тыква. Также для печени полезны цветные овощи. Эта группа продуктов обеспечит вас антиоксидантными элементами и клетчаткой. А красные или оранжевые ее представители – каротиноидами. Потребляйте их в пищу регулярно, чтобы подавить воспалительные процессы в клетках организма. Итак, осталось только разобрать самые действенные советы, которые сохранят здоровье вашей печени на долгие годы. А прежде чем перейти к ним, делитесь этим видео со своими знакомыми, чтобы и они узнали об этих продуктах и увеличили их количество в своем меню. А мы продолжим. 1. Ни в коем случае не пропускайте завтрак. Пищеварительный тракт страдает от этого. Вследствие чего нарушаются процессы обмена веществ и как следствие целостность печени. 2. Исключите из рациона вредные перекусы. Чипсы, снеки и быстрое питание разрушают вас изнутри. 3. Ужинайте минимум за 2 часа до отхода ко сну. 4. Увеличьте физическую активность. Даже обычная 10-15 минутная прогулка по улице благоприятно отразится на здоровье этого органа и вашего организма в целом. 5. Не забывайте про воду. Пейте достаточное ее количество. Кажется, что это простые советы, но они принесут огромную пользу. Следуйте им, чтобы сохранить здоровье и продлить свою молодость. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!